Добрый день всем любителям военно-морского флота. Вы находитесь на канале Викхолд или на канале под веселым Роджером. Сегодня мы рассмотрим советский эсминец 9 уровня «Удалой». Как обычно, в начале немного истории. Не очень удачный проект 30 подтолкнул руководство военно-морского флота Советского Союза к разработке более мощного и современного корабля. Эсминец проекта 35 на конкурсной основе разрабатывался двумя конструкторскими бюро в 1940 году. Лучшим признали эскиз центрального конструкторского бюро 32 с линейным расположением трех трехтрубных торпедных аппаратов и после выполнения всех замечаний утвердила его для дальнейшей разработки. На конструкцию эсминцев проекта 35 сильное влияние оказал лидер Ташкент, о чем свидетельствует его общая архитектура, овальная в плане носовая настройка и расположение торпедных аппаратов. В 1941 году, согласно плану закладок боевых кораблей, по проекту 35 на заводе номер 190 в Ленинграде должна была производиться закладка двух эсминцев – «Удалого» и «Ударного». Однако к началу Великой Отечественной войны были начаты только плазовые работы по «Удалому». Вскоре они были остановлены. Позднее, несмотря на уже хорошо проработанный проект 35, конструкторы отказались от дальнейших работ по нему. Опыт первых лет войны показал руководству военно-морского флота, что корабль уже не удовлетворяет требованиям. Было принято решение сосредоточиться на новом проекте 40. Несмотря на то, что по проекту 35 не было заложено ни одного корабля, его появление серьезным образом повлияло на судьбу лидеров проекта 48 – «Киев». Так как перспективный эсминец ни в чем не уступал лидеру, терялся всякий смысл строительства кораблей этого подкласса. Главный калибр лидера, представленный не универсальными орудиями, теперь выглядел устаревшим. Эти факты повлияли на ограничение серии лидеров двумя заложенными в Николаеве кораблями и поставили точку на морально устаревшем проекте 48. Киев и Ереван достроили как мишени и использовали по назначению. Вот, собственно, и вся недолгая история проекта 35. В флоте Советского Союза имя «Удалой» носил большой противолодочный корабль проекта 1155, головной в серии. Вошел в строй в 1981 году в состав Северного флота. Исключен из списка в 2001 году, во время разборки в 2002 году затонул в Кольском заливе. Поднят со дна и окончательно разобран в 2006 году. Рассмотрим игровые характеристики корабля. Раздел с бронированием уходит в прошлое. Теперь вы можете сами все посмотреть прямо в порту. Из сводной таблицы характеристик эсминсов 9 уровня мы видим, что «Удалой» имеет преимущество в очках боеспособности, мощности главного калибра, уроне бронебойным снарядом и максимальной скорости хода. Вступает одноклассникам в уроне осколочно-фугасным снарядом, дальностью хода торпед, их максимальной скорости и уроне одной торпедой. Худшее время перекладки руля и видимость кораблей. Остальные показатели на среднем уровне. И несмотря на большое количество минусов, это далеко не слабый корабль. Модули эсминса на максимальное улучшение артиллерийских возможностей. Живучесть, маневренность и, конечно, маскировку. Навыки командира снова на максимальное улучшение артиллерийских возможностей. Конечно, супер-этендант и маскировка для пуска торпед из инвиза. Это такой базовый набор. По достижению следующих трех очков навыка вы можете взять основы борьбы за живучесть и из последних сил. Как вариант, бдительность, чтобы, увлекшись стрельбой, не въехать в неожиданный торпедный супчик. И очень хардкорный вариант для 19-ти перкового командира мастер борьбы за живучесть за 4 очка. Так, ваша боеспособность увеличится на 3600 единиц, что для артиллерийского эсминса не так и мало. Получится 22400 против 22500 у Хабаровска в базе. Камуфляж, если вам позволяют средства. Тип 19 специальный за очень дорого. За почти очень дорого тип 5, и если с деньгами туго, тогда на выбор из первого или второго типа. Сигналы самые обычные для прокачки и фарма, конечно, от детонации и на повышение шанса поджога и затопления. Вот, пожалуй, и все с обзорной частью. Посмотрим на удалой в бою. И сразу я вам расскажу вначале, почему я назвал фильм по эсминсу удалой «Операция Гроза». Есть такой очень известный писатель Игорь Бунич, который много посвящает своих усилий истории флота, и у него есть такая книга. «Операция Гроза» Это, насколько уже стало на сегодня известно, совершенно секретный план Советского Союза по завоеванию Европы и в дальнейшем большей части, а желательно и всего остального мира. А также там четко описывается о том, каким образом была вовлечена в войну Германия и как с помощью Германии была начата Вторая мировая война. В общем, книга очень интересная. Кто хочет почитать, найдите ее и почитайте. Ну а кому не интересно, кто является поклонником традиционной историю, которую все учат в школе, тогда эта книга совершенно не нужна. Поэтому мой фильм называется «Операция Гроза», потому что эсминсы проекта 35 именно проектировались под этой целью, под захват господства в мировом океане. Если вы посмотрите на конструкцию этого корабля, то вы сразу обратите внимание, что в отличие от многих других типов эсминцев, других стран, у него основная мощь артиллерии сосредоточена на носу. Это именно «Волк океана» для захвата господства. Не для того, например, как японские эсминсы проектировались, а стрелить торпеды в генеральном ночном морском сражении и потом отходить и прикрывать свои силы. Поэтому вся артиллерия основная расположена на корме. А это именно корабль для нападения, для нападения и для постоянного боя на носовых курсовых углах. Поэтому вся артиллерия на носу, собственно, как и у лидеров, которые предназначены были для этих же целей, для выведения больших групп эсминсов в атаку. Ну, в общем, вот такой у меня план созрел, пока я собирал этот фильм. Поэтому еще раз скажу «Операция Гроза». Ну и давайте посмотрим, что же может наш бодрый эсминец удалой в бою. А может он очень и очень много. Сейчас мы атакуем авианосец Тайха. И вот такая стрельба по нему очень неэффективна. Почему? Потому что авианосец имеет бронированную палубу. И попадание фугасных снарядов с большой дистанции по палубе авианосца практически не наносит ему урона. Я это уже проверял на крейсерах, обстреливая Тайха. Наиболее интересный вариант – это когда вы к нему уже подобрались максимально близко и стрелять в борт. А сейчас увидите, мало того, что фугасные снаряды не очень мощные у удалого, так еще и цель достаточно крепко бронированная. Как с... О, бух! А вот, кстати, тот мой любимый момент, о котором я всегда говорю. Теперь можно уже точно сказать, что в бою я был, потому что в землю воткнулся. Ну и авианосец пока от меня удрал. Да, так, да расскажу я уже за авианосец Тайха. Я, по-моему, об этом и рассказывал в своем фильме по этому авианосцу, но ему уже больше года. Хотя особо ничего с тех пор практически и не изменилось. Там немножко подправили что-то в авиагруппах. Ну, в общем, нужно посмотреть. Я его только открыл недавно на основном аккаунте. Авианосец имеет бронепалубу. И вот снова он мне встречается. Я просто заметил, откуда идут самолеты. Проследил по траектории. Ну и дальше было дело техники поймать авик. И сейчас, вы видите, дистанция значительно уменьшается. Пока еще снаряды падают в палубу. Но сейчас я к нему подойду. Скорость сближения у нас большая. Авик идет 33 узла. У меня в районе 40. И дистанция очень быстро падает. И сейчас мои снаряды начнут попадать ему в борт, где бронирование у него значительно меньше. Ну, а снаряды калибром 130 мм его палуба выдерживает в легкую, потому что она проектировалась под защиту от бронебойных бомб калибра 250 кг. Хотя японцы считали, что может и выдержать 350, но все-таки я не думаю. 350 кг это уже где-то в районе главного калибра Шернхорста. И продолжая я обстрелять фугасами, можно было попробовать бронебойными, которые значительно лучше наверняка бы заходили. Но в тот момент почему-то мне об этом не думалось. И я пытаюсь нащупать цитадель у него фугасными. Пока не получается. Вы видите, я ее ищу. Ну, нужно попасть в район где-то дымовой трубы на стройке. И еще не получается. Ну, вот сейчас, наверное, уже и получится. И вот они, родимые две штучки, сразу нашлись. И еще дополнительный выстрел. И еще немножко. И на этом, пожалуй, с авианосом уже можно сказать, что покончено. Сняли с него пять цитаделей. В такой ситуации можно было стрелять бронебойными. И это то, чем очень хорош удалой. У него очень мощные бронебойные снаряды. И стреляя по линкору, его можно поджечь. Причем я вам рекомендую поджечь линкор один раз, а не два. Потому что очень много хитрых линкороводов не включают ремку. И ждут, пока вы им повешаете второй пожар. А некоторые даже и третий. И только тогда включают ремку. Вот поэтому средство борьбы с этим один пожарчик. И потом начинать стрелять по настройкам бронебойными снарядами. Линкоры очень сильно получают урон от бронебойных снарядов удалого. К сожалению, у меня ни одного такого боя не нашлось в записи, где именно идет расстрел линкора по настройкам. В основном все на фугасах. Но это очень хорошее средство. И, кстати, в этом бою мне очень не повезло с этими зумом. Сжечь мне его не удалось. А стрельба у него была какая-то, ну просто, очень точная, как на мой взгляд. Ну, это бой был записан в версии, и первый, и второй, которые я вам покажу, 0.5.7. Это было время лютования варпаковцев. Поэтому, ну, все может быть. Иногда на глаз мне удавалось определить, у кого есть варпак, у кого нет. Знаю примерно, как он работает. Ну, насчет этого изума я не скажу. Не уверен. Хотя, в течение боя его стрельба была довольно точной. Ну, и в принципе, в конце этого боя вы посмотрите, там все будет ясно. Ну, пока я его поджег. И вот идет у нас собирание нашего драгоценного дамага с горящего корабля. Появляется эсминчик. И начинаем перестрелочку с механом. Для чего еще очень хорош удалой. На мой взгляд, это просто убийца эсминцев. За счет своей артиллерии. Причем, оптимальная дистанция для работы – это 10 километров. Ближе сближаться с целью нежелательно. Ну, разве что вы уже чувствуете, что результат боя на вашей стороне. И можно, грубо говоря, упороться, пойти в штыковую. И, не боясь на исходе боя, потерять свой корабль. Ну, а вообще, идеальная дистанция – это 10 километров, ну, до 11. По вам тогда попасть очень тяжело. А удалось за счет баллистики попадает очень хорошо. Ну, и сейчас небольшая хитрость. Я показал, что я пойду вправо, а сам обратно отвернул влево. Ну, хитрость удалась у меня только частично. По крайней мере, удалось выудить торпеды с механа. Он их сбросил. И теперь ему сейчас по мне стрельнуть нечего. Калибр у него гораздо слабее моего. И вот законный результат. Играя на эсминсы, всегда старайтесь что-нибудь досхитрить. Потому что корабли быстрые. Корабли оказывают очень большое влияние на исход боя. И играть шаблонно и грубо не получится. Ну, и вот суперточный выстрел с Эдзума. И на этом бой мы проиграли. Не знаю, очевидно, все-таки я недостаточно сделал для победы. А может достаточно 4 утопленных корабля, 101 тысяча урона в бою. Я утопил 3 эсминса и 1 авианосец. И этого оказалось недостаточно. Ну, возможно, не все в нашей команде хотели в тот момент выиграть. Результат боя и итоговый протокол вы сейчас видите. Плюс 352 тысячи. В чистой это с премом, конечно. Ну, и следующий бой, который немножко жестче по уровню. Здесь с нами был авик. И игра была немножко построена по-другому. Еще раз я вам скажу, что, на мой взгляд, удалой это идеальный убийца эсминса. Вы скажете, есть Хабаровск, у которого почти такая же артиллерия, только ее больше. Это все так, но Хабаровск светится гораздо дальше. И это корабль, который очень сильно фокусится. Плюс у него отлично вылетают цитадели при стрельбе по нему бронебойными снарядами. И, на мой взгляд, на роль убийцы эсминсов Хабаровск годится не очень. Если так поставить уже акценты, то, несмотря даже на не сильно выдающуюся маневренность удалого, хотя, как на мой взгляд, она очень хорошая, все-таки удалой это действительно идеальный убийца эсминсов. Ну, а сейчас, смотрите, интересный очень момент. Я ухожу от одного веера торпед. Кстати, Магами, по мне, не попал с пистолетной дистанции. Это просто какое-то чудо. И здесь Супчик один. Супчик идет наш союзный. Мои пошли куда-то в дымы торпеды. Ну, и, как вы знаете, еще один Супчик из дымов. Если я вижу дымы, я обязательно должен проверить, а кто же в теремке живет. О, а в теремке-то у нас живет недобитыш. И сейчас мы будем немножко пробовать его утопить. В такой ситуации Механа уже, конечно, абсолютно ничего не светит, хотя я подошел к нему достаточно близко. Вы видели два торпедных Супчика, которые он сбросил. Торпед можно было не бояться. И вот Механа нет. Домик мы проверили. Стоковая магия на горизонте. Мы по нему постреляем. И бабах! Традиционный, любимый всеми момент. И вот можно сказать, что и в этом бою я уже побывал. С землей мы поцеловались. В общем, продолжаем обстреливать. Да, и продолжу я вам рассказывать свою мысль касательно Удалова и Хабаровска. Если Удалой, на мой взгляд, это идеальный убийца эсминцев, причем он аннигилирует все, начиная с седьмого уровня и по десятый включительно, то Хабаровск это, ну, на сегодня, по крайней мере, до нерфа, который, как все говорят, его ожидает, это убийца просто всего. Самый главный враг у Удалова это Авик, как и у Хабаровска. Ну, и второй враг у Удалова это, собственно, Хабаровск, который просто может вас засыпать. Поэтому здесь нужно быть осторожным. И, пожалуй, все. Больше врагов у вас в этой игре нет. Хабаровски попадаются не так часто, Авики немножко чаще. И если Авик совершенно на вас не обращает внимания, то с очень большой вероятностью вы бой затащите и вы бой выиграете. Удалой это эсминец, который вполне способен тащить бой. Например, оставшись в таких вариантах против крейсера, против линкора, если вы не попадаете под засвет и стреляете по ним из инвиза, причем бронебойными, по настройкам поджигаете, очень большая вероятность, что вы сможете затащить бой и с вами просто ничего не смогут сделать. Сейчас у нас немножко полегче стало с обладателями варпака там и прочего мусора запрещенного. Их начали отлавливать, их начали банить. И это сразу сказалось, на мой взгляд, на результативности стрельбы основной массы игроков. Очевидно, все-таки многие пользовались этими запрещенными программами, потому что после волны банов, которая прошла, я обратил внимание, что резко упала у противников точность стрельбы. Ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что у меня тоже подгорало одно время очень сильно. Что-то совершенно странно исполнял Фубуки. Их команда сливается, и он кругами ходил вокруг линкора Амаги. Ну, может, он играл в какой-то ордер, прикрывал его. Не знаю, для чего это он такое сотворил, может, где-то прочитал. Ну, и теперь он увидел меня и просто убегает. Рядом со мной еще идут два эсминца. Конечно, Фубуки против трех эсминцев ничего не сделает, и больше ему ничего не остается, как просто крутить кормой и просто убегать. Ну, я это называю анальный спринт, хотя, по большому счету, и движение задним ходом весь бой – это то же самое. Но в данном случае Фубуки пытается что-то сделать. Возможно, он пытался по нам бросить торпеды, но не исключено, что торпедные аппараты очень часто ломались, поэтому ничего у него из этого не получилось. Ну, и, конечно же, такая беготня от трех эсминцев. Но, насколько я понимаю, наверное, достаю сейчас практически один я до него достаточно точно. Вон, где-то и тут еще торпеды, кто-то поставил дымы. И, в общем, вы сейчас смотрите, что сделать он реально просто ничего не может. Хотя, скажу вам честно, в такой ситуации, на мой взгляд, лучше было развернуться, пойти в штыковую и попытаться, ну, может быть, удастся все-таки три торпедных аппарата, надеть кого-то из нас на торпеды и нанести более точный артиллерийский урон, и таким образом заработать немножко больше очков. А так просто он убегает и фактически погибнет ни за что, бесславно. Ну, крутился он возле линкора непонятно для чего, и такой бой вот он и проведет. А как вы видите, удалось совершенно прекрасно, справляясь с эсминцами. И здесь, наконец-то, до Авика в команде противника доходит. Вон он, кстати, убегает. Что что-то здесь не так. У меня уже три фрага, и вот он готовится стать Фубуки четвертым. И Авик решил, что надо, наверное, что-то делать с этим эсминцем. Рядышком проходят торпеды, которые прошли мимо. Эсминец становится четвертым фрагом, и, как вы видите, удалой прекрасно настреливает урон, хотя его сейчас не так и много. Рядышком хипер, погода готовится стать плохой. Ну, и я понимаю, что боеспособности мало. Утопить хипер, возможно, получится, возможно, нет. И нужно постараться, по крайней мере, максимальный урон нанести крейсеру. Он от меня пытается уйти. Бронебойными сейчас в такой ситуации стрелять нет смысла. Крейсер уходит, Кракен, и вот Авик наконец-то проснулся. Бабах! И, в общем-то, на этом для меня бой закончился. И еще наш союзный симс решил меня подтолкнуть. Ну что ж, отправимся на дно морское в гости к русалочкам и капитану Немо. И вот такой итог боя. Кораблей утопленных хватило на Кракен, хотя урона нанесенного не так и много. Я первый в команде, и, в общем-то, бой получился неплохой. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь на наши каналы Викхалт или на канал под веселым Роджером. До свидания, друзья. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!